Угол зрения с Алексеем Мартыновым 26 декабря, во вторник, в Петербурге, это продолжение встречи глав государства ЕС, состоится неформальная встреча глав государства Содружества независимых государств, то, о чем вы говорили, что традиционно собираются в Петербурге. И наш президент не раз обращал внимание, что Содружество, сотрудничество в СНГ развивается достаточно активно, и товарооборот растет, и расчеты мы переводим в свои национальные валюты без привязки к доллару или к евро. Появляются новые проекты и в промышленности, и в науке, и в культуре. И, кстати, в следующий 2024 год Россия будет председательствовать в СНГ. Ну да, вот так вот интересно. Пост переходит от Кыргызстана. Да, интересно. В ЕС Россия передает председательство Армении, ну, паротации, и, значит, заступает на председательство. Вот, СНГ. Вообще надо сказать, что вот не так давно мы отмечали 32 года уже с момента подписания Алматинской декларации. И много было, ну, тогда, в 90-е и позже, и в начале нулевых было очень много всяких скептиков, которые говорили, ну, это что вы, это вот развалится вот-вот. Это вообще носило временный характер какого-то переходного периода, и это вообще не нужно. Так вот, время показало, что этот формат не просто жизнеспособен, а архиважен и выгоден членам этой организации СНГ. Несмотря на то, что ряд стран постсоветского пространства вышло из СНГ, мы помним, ну, Украина так до конца и не войдя, вышла, Грузия вышла. Ну, слушай, бог им, как говорится, судья в том смысле, что они сознательно пошли на эти убытки, и, полагая, что заменят ковришками с Запада, да, за определенные услуги русофобского плана. И мы же видим, как вот с той же самой Грузией случилось, когда все больше и больше стали от них требовать антироссийских русофобских вещей. И в итоге Грузия сегодня, ну, я не думаю, что она в большом восторге, что она отвалилась от этих интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Вот со всех сторон. Я думаю, что они не в восторге. Ну, кроме каких-то там откровенно упоротых, типа Соломеза Рубешили, да, французской гражданки, которая по-грузински говорить правильно не умеет. Ну, просто она родилась во Франции, там всю жизнь жила, а потом вот ее экспортировали на родину ее родителей, да, что тоже важно. Ну, похоже, в Молдове было. Ну, конечно. И вот Молдавия, соответственно, сейчас взяла курс на выход из СНГ, причем планомерно, плановым таким образом. Последние несколько месяцев они динонсируют одно соглашение за другим, ну, чтобы как бы юридическую чистоту соблюсти. То есть, совершенно, вернее, понятно, зачем делает это Санду, ей такое поручение дали в госдепе США Дерек Хоган, ее любимый друг и куратор, бывший американский посол в Молдове. А вот зачем это надо Молдаванам, совершенно не ясно. И так, в общем-то, не самая богатая страна, мягко говоря, а от соглашений внутри СНГ, ну, надо сказать, выгоду имеют все. Выгоду имеют все, вот в этом году даже дают статистику о серьезном росте и не только в товарообороте, но и в качестве уровня жизни, да, за счет взаимодействия. Ну, не сильно, но прилично. Между прочим, та же самая Армения, участвуя в СНГ, понятно, и в Евразес, имеет стабильный, там, 10-15% рост последние вот два года. Ну, ничего себе, когда кто так рос? Ну, понятно, есть нюансы и обстоятельства, но тем не менее. Тем не менее, так что СНГ еще, так сказать, выражаясь известными словами известной поговорки, еще простудится на похоронах других каких-нибудь ЕСов и прочих, так сказать, конструкций, куда некоторые по своей дурости стремятся. Стремятся, стремятся, да, ну и, кстати, на сайте исполкома Содружества независимого государства до сих пор среди государств участников СНГ есть и флаг Молдовы, и флаг Украины. Украина. Официально-то они не выходили. Но очень сложно представить, как приедут сегодня Зеленский или Басандов в Петербург. Украина вообще уникальная история. То есть, они так не зашли до конца, не ратифицировав соглашение, но и не вышли до конца. То есть, об этом только сказали. Угол зрения с Алексеем Мартыновым.